Федор Иванович Шаляпин Федор Иванович Шаляпин Наши пациенты живут 70-75 лет и не просто живут, они активно работают. Федор Иванович Шаляпин Сахарный диабет. Сегодня это одно из самых распространенных в мире хронических заболеваний. Число его жертв давно уже превысило эпидемический порог. Ученые заговорили о пандемии. Сегодня в мире больны порядка 300 миллионов человек. И на стадии преддиабета порядка 500 миллионов. То есть примерно каждый пятый больной или находится в зоне риска заболеть сахарным диабетом. Больше трех миллионов больных, один процент от общего мирового количества зарегистрированы сегодня в России. Медики предлагают смело умножать эту цифру на 4. Просто остальные диабетики пока даже не подозревают о том, что больны. Человек может не жаловаться на какие-то симптомы. Он жалуется на эти симптомы тогда, когда у него наступает очень выраженная декомпенсация углеводных нарушений. То есть появляется жажда, сухость, потеря массы тела, уже связанная с тем, что у него не хватает инсулина в организме. Лейтенант Дератанья. Прошу вас. Монсьер. 1992 год. На экраны выходит фильм «Мушкетеры. 20 лет спустя». Михаил Боярский на расхват. Новые съемки, работа в театре, концерты, встречи со зрителями. Напряженный график требует отменного здоровья. И оно еще никогда не подводило главного российского мушкетера. Первый тревожный звонок прозвучал на гастролях в Германии. Я стал безумно много и часто пить соки, воды, воды, соки. То есть выпивал полведра в день. И один из моих сослуживцев сказал, что у тебя диабет. Я даже не знал, что это такое. Я говорю, оставь меня в покое. Ну, ты столько пьешь? Зачем? Почему? Что? Я говорю, ну, мне нравится. Вернувшись в Санкт-Петербург, он все же решился сходить в поликлинику. Когда мне проверили сахар, у меня было бы 18. Срочно госпитализировать. Я говорю, что с ума сошла, что у меня концерты. Я себя чувствую великолепно. Никуда не поехал. Но лечиться все же пришлось. Как это часто бывает, болезнь, которая долгое время никак себя не проявляла, зашла уже достаточно далеко. Первое, что меня встревожило, я перестал видеть. Я смотрел на цены в магазине в Германии. Мы ездили по воинским частям с концертами. И было любопытно что-нибудь приобрести за рубежом. И я ничего не вижу. Раньше видел хорошо. Думаю, надо проверить глаза. Михаил Боярский вовремя пришел к врачу. Развитие осложнений удалось предотвратить. Но с тех пор жизнь актера изменилась. Ему пришлось привыкать существовать бок о бок со своей болезнью. Всегда у меня в сумке с собой инсулин. Я могу добыть часы, одеть на руку. Или пойти в тапочках на улицу случайно. Но никогда не забуду инсулин и прибор для измерения сахара. Это всегда. 11-летней Маши Шишловой из города Нововоронежска год назад поставили диагноз диабет. Для семьи это был шок. Никому из родных и близких до сих пор не приходилось иметь дело с этой болезнью. Как ее лечить? У нас в семье вообще никто не болит с диабетом. Сегодня у Маши и ее мамы есть уникальная возможность получить ответы на все свои вопросы. В центре города Воронежа стоит трейлер, оснащенный самой современной аппаратурой. Прием ведут врачи из Москвы, из эндокринологического научного центра. Нас пригласил наш эндокринолог участковый. Мы очень обрадовались, потому что у нас городок не очень большой, конечно, специалистов нет. Семь таких мобильных диабетологических центров колесят по всей России. Цель – мониторинг осложнений сахарного диабета. Задача мобильного модуля, который создан нами, заключается в том, чтобы донести высококвалифицированную помощь до больных, которые проживают в удаленных районах, в сельской местности. В группе семь врачей. Эндокринологи, специалист по диабетической стопе, офтальмолог, нефролог, нефролог, кардиолог. Их пациенты, больные диабетом, за один день проходят комплексное обследование. И нередко узнают много нового о себе и своей болезни. Был один пациент с длительным стажем сахарного диабета, который уже здесь при обследовании впервые была выявлена хроническая почечная недостаточность. Причина – то, что пациент сам не хотел в течение длительного времени обследоваться и обращаться к врачам за помощью. Дальнейшее лечение – либо трансплантация почки, либо диализная терапия. Ультразвук сердца когда-нибудь делали вам? Делали, но и давно уже. Как показывает статистика, если на ранней стадии выявить осложнение сахарного диабета, можно в среднем на 10-15 лет продлить жизнь больного. Прием идет с утра до вечера. За один выезд через компактные кабинеты диамобиля пройдет 1800 больных. Страшен не сам диабет, страшны его осложнения. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза выше, слепоты в 10 раз выше, нефропатии диабетической в 12 раз выше, чем в общей популяции. Поэтому обследование больных и раннее выявление тех осложнений, которые сопровождают сахарный диабет, очень и очень важно. Диабет – это, собственно, не одна болезнь, а целая группа разных заболеваний, связанных с высоким уровнем сахара в крови. Диабет первого типа развивается в основном у детей и молодых людей. Ежегодно в нашей стране армию больных диабетом первого типа пополняют 16 тысяч детей и 8 тысяч подростков. Чаще всего механизм болезни запускают инфекции или стрессы. Это может быть свинка, эпидемический паратит, правильное его название. Это может быть корь, это может быть грипп, это острореспираторное заболевание. То есть какая-то инфекция предшествует развитию диабета. Настя Андропова из Владивостока была совсем малышкой, когда попала в больницу с вирусной инфекцией. Оказалось, сахарный диабет. Она лежала пластом. И вот она сутки в реанимации, ее откапывали, отхаживали. Потом сказали, что мы инсулинозависимые, теперь только на инсулин. У этих детей не работает поджелудочная железа. Она перестает производить гормон инсулин, вещество, регулирующее уровень сахара в крови. Еще 100 лет назад средняя продолжительность жизни такого больного после постановки диагноза составляла 1 год. В 1921 году канадские ученые Бантинг и Маклеот впервые сумели синтезировать инсулин. И не дожидаясь одобрения, медицинская общественность и начали вводить его больным людям. Результаты ошеломляли. Людей удавалось буквально возвращать в жизни. Вскоре ученым была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. А их открытие дало надежду миллионам людей, беззащитных перед лицом смертельно опасной болезни. Дети, болеющие диабетом, взрослеют раньше своих сверстников. Борьба за свою жизнь требует ответственности и дисциплины. Можете себе представить, вообще нет второго заболевания, при котором надо 5 раз уколоть палец. Сколько пальчиков, там у них маленькие дети, да, вот, сколько их, всего 10, и вот каждый день надо 5 раз колоть, да, чтобы взять кровь на сахар. И плюс 5 раз колоть еще инсулин. То есть 10 инъекций в день, ежедневно, всю жизнь. Отсоединились. Старый резервуар вы оставили. Лучше распрощить дозу. Относительно недавнее изобретение – инсулиновая помпа. Этот прибор может серьезно облегчить жизнь больного, у которого сегодня вся жизнь расписана по часам, от инъекции до инъекции. Для детей это очень важно. Вместо 5, 6, иногда и больше уколов в день, ребенку делается однократное введение раз в 3 дня. И в конечном итоге улучшается качество жизни. На помпу мы перешли только что, и ощущение очень, это как будто бы, я не знаю, в другом мире мы оказались. Помпа стоит дорого, но часть расходов берет на себя государство. В Москве каждый пятый ребенок, а в стране каждый десятый на помпе. Это тоже казалось 5 лет назад, только помпы пришли, что это нереально. Одна из главных целей, которую ставит перед собой Российская диабетическая ассоциация – помощь малоимущим семьям, в которых есть дети, больные диабетом. Это главная победа! Участие вахта! Летом 2010 года в Сочи прошла первая Диаспортикиада – спортивные соревнования детей, больных с сахарным диабетом. Мы брали только детей, которые не были на море, которые не могут за свои деньги поехать на море. Никаких ограничений. Эти дети могут бегать, прыгать, плавать, так же, как их здоровые сверстники. Но только в том случае, если они точно знают, что нужно делать, чтобы держать свою болезнь под контролем. Практическое занятие детской школы диабета в эндокринологическом научном центре. Здесь учат простым, но важным вещам, которые необходимо знать каждому больному диабетом первого типа. Как самостоятельно контролировать уровень сахара в крови? Как часто делать инъекции? Каким должно быть питание и физическая нагрузка? Как распознать возможные осложнения? На сегодняшний день обучение считается видом лечения. И даже Всемирная организация здравоохранения признала обучение терапевтическое видом лечения многих хронических неинфекционных заболеваний. Сегодня в России 1120 таких школ диабета и для детей, и для взрослых. Они есть при всех региональных диабетологических центрах. Цель обучения – изменить поведение людей, сделать так, чтобы человек с диабетом взял ответственность за лечение своего заболевания и за состояние своего здоровья во многом на себя. Диабет первого типа – генетически обусловленное заболевание. Тем не менее, есть некоторые базовые правила, соблюдая которые, можно снизить риск развития болезни. Во-первых, грудное вскармливание. Оно укрепляет иммунитет ребёнка, и он уже не будет беззащитным перед лицом инфекций. Второе – разумное отношение к уровню санитарии. Даже в наше время большинство вирусных инфекций остаётся болезнью грязных рук. Третье – в питании малыша должны обязательно присутствовать витамины. Прежде всего, витамин D. Он содержится в хорошем сливочном масле. Кроме того, надо следить за тем, чтобы у ребёнка была нормальная масса тела. Этому помогут разумные физические нагрузки. Сегодня государство даёт возможности для того, чтобы люди, страдающие диабетом, вели обычный, нормальный образ жизни. И здесь, как бы, с одной стороны, многое зависит от государства, от возможности государства предоставить соответствующую медицинскую помощь и лекарственные препараты. А вторая часть – это очень многое зависит от человека. Диабет – это не болезнь, а образ жизни. Так считает сегодняшняя медицина. Образованный, дисциплинированный и знающий больной в состоянии самостоятельно держать заболевание под контролем. Меня пытались сделать образованным больным. Я не люблю, когда мне врач говорит, это не ваше дело, мы это сделаем вам, клизму сделаем, всё. Я должен осознать, что мне нужно. И тогда я буду к этому готов. Потому что я говорю убеждённо об этом. Я намного сильнее, если я готов к этой проблеме. Армен Борисович Джигарханян узнал о своей болезни сравнительно недавно. Я где-то отдыхал, и мне сказали, выясните проблему с сахаром, у вас проблема есть. И с этого у меня началась эта радостная жизнь. Проверили кровь, сказали, да, есть проблема, у вас сахар высокий. Он не испугался. К указаниям врачей отнёсся, как хороший актёр, к указаниям режиссёра. Воспринял борьбу с болезнью, как ещё одну свою работу. Не менее важную, чем театр. Я знаю, что мне 75 лет. Я знаю, что есть проблема с диабетом. И я хочу, потому что хочу хорошо жить, то я должен быть готовым к встрече с этой. И чтобы это было для меня, чтобы я не потерял контроль над собой, что для меня очень важно. Я хочу не умереть инвалидом, а хочу нормальной жизнью жить. Тем делом, которое я люблю очень. Я буду им заниматься. У Армена Джигарханяна второй тип диабета, самый распространённый в мире. Им страдает примерно 90% больных. При сахарном диабете второго типа инсулин в поджелудочной железе вырабатывается как положено. Но клетки организма перестают его воспринимать. В результате клетки остаются без глюкозы, без питания. Причина, чаще всего возрастные изменения, усталость организма. Неудивительно, что этим типом диабета чаще заболевают люди старше 40 лет. Если диабет первого типа генетически обусловленное заболевание, диабет второго типа напрямую связан с тем образом жизни, который ведёт сам человек. Второй тип. Я считаю, что второй тип. Вторым типом мы не должны болеть вообще. Диабет второго типа – это одно из редких заболеваний, которые мы можем предупредить. Вот зная риски, зная, что вы входите, например, в другую риску, можно предпринять усилия и не заболеть. Это не так часто, наверное, встречается в медицине, когда можно заранее предупредить и убрать все риски. Горожанин с лишним весом. Чаще офисный сотрудник. Он много и напряжённо работает, ездит на машине, перекусывает наспех, курит, раздражается по пустякам. Вот типичный портрет больного диабетом второго типа. Но самые главные, ключевые слова – здесь всё-таки лишний вес. Это лишняя масса тела, это ожирение. И вот эта жировая масса, она как бы экранирует, она препятствует действию инсулина. И поджелудочная железа, чтобы достичь, так сказать, эффекта утилизации глюкозы, она всё время начинает всё больше выбрасывать, всё больше выбрасывать инсулина. И в конечном с годами, конечно, так сказать, истощается. Индекс массы тела – показатель, на который ориентируются медики, чтобы узнать, есть ли у человека лишний вес. Для этого вес человека в килограммах надо разделить на его рост в метрах, возведённый в квадрат. Допустим, ваш вес – 70 килограммов, рост – 175 сантиметров. Тогда индекс массы вашего тела – 22,8. Если индекс меньше 19, это сниженный вес. От 20 до 24,9 – нормальный вес. От 25 до 29,9 – избыточный вес. От 30 до 39,9 – ожирение. Выше 40 – выраженное ожирение. Но есть и более простой способ. Достаточно измерить объём талии. У женщин она, если превышает 80 сантиметров, а у мужчины 94, мы говорим, что у них есть абдоминальное ожирение. То есть жир в основном скапливается в области живота. И это косвенный признак того, что жир также скапливается и в других органах. То есть вот эти все признаки говорят о предрасположенности к сахарному диабету. Увы, в эти параметры не вписывается большая часть современных горожан.